Здравствуйте! Это программа «Щекотливый вопрос». Меня зовут Катя Сергеева, а решить все щекотливые вопросы мне и вам поможет профессор-сексолог Лев Щеглов. Здравствуйте! Моя профессия посвящена исключительно щекотливым вопросам, на один из которых мы дадим ответ сегодня. За этой дверью кабинет профессора-сексолога доктора Щеглова. Сегодня к нему снова пришел пациент. История этого человека реальна, и он знает, что его снимают. И хоть мы не покажем вам его лица, мы позволим вам послушать, что происходит в кабинете. Владимир, здравствуйте! Здравствуйте! Слушаю вас. Что привело? Ну, дело в том, что недавно, ну, не так давно я познакомился с девушкой. Познакомился, мы начали встречаться, и я уже с ней живу. Я думаю, что она не испытывает оргазма. Не всегда испытывает. Так. Вот. Меня лично это волнует очень, потому что девушка эта не просто очередная. А, ну, то есть у нас, я ее люблю. Вот. В принципе, это первое такое настоящее чувство, которое я испытываю именно к ней. Вот. И, собственно, причин я как бы не нахожу. Почему? То есть она не жалуется. Она как раз-таки говорит, что все в порядке. То есть вы обсуждали. Да, да. Потому что меня это очень волнует. Я начал с того, что сначала с ней начал это обсуждать, потому что я считаю, что все должно быть, ну, практически идеально. Тем более для нее. Вот. А уверенности нет. То есть я чувствую, что все-таки иногда она, ну, подверает. То есть не было оргазма, я чувствую. И меня это волнует. Но он и есть случаи, когда он есть, и есть случаи, когда его нет. Так я понимаю? Ну, да. Да. Вот. Мало того, я ей даже сказал о том, что пойду к вам, потому что так это как бы я оставить не мог. Так. Единственное, что я не знаю, как этого добиться. Она согласна, что надо заниматься этим? Она мне сказала то четко, что идти никуда не надо, что у нас все в порядке. Собственно, даже я думаю, что она действительно как бы в этом уверена. Но даже то, что она несознательно как бы говорит о том, что у нее и так все в порядке. Да. То все равно, рано или поздно, я чувствую, что если не будет оргазма всегда, все равно у нее начнется, может, она изменять не начнет. То есть вы хотите упредить возможные неприятности. Так получается? Да. Да. Но это как последствия. В принципе, меня это волнует само по себе. Я все-таки хочу, у меня всегда все должно быть хорошо. Понятно. Ну, а как вы считаете, вот как бы все женщины всегда испытывают оргазм? Все и всегда? Ну, думаю, не все, не всегда. Дело в том, что я и сам-то раньше не очень об этом волновался с другими, с теми. Это основная проблема. Вообще отношения хорошие с ней? Да. Собственно, все идеально. Но в остальном. Но вот это меня очень волнует, вот эта тема. Скажите, пожалуйста, а сексуальная жизнь какая у вас по формальным характеристикам? Как часто? Ну, стабильно. Стабильно. Пока у нас отношения, можно сказать, только завязались не так давно. Поэтому страсть, то есть все это еще есть. И секс такой довольно частый. Вот. Бывает и каждый день, и через день, и ночью. Инициатор кто? Чаще я. Чаще. А скажите, пожалуйста, к себе нет никаких вопросов по всяким сексуальным характеристикам? Ну, в принципе, нет. В принципе, нет. Если не учитывать то, что я не могу довести ее до оргазма каждый раз, то тогда, может быть, и есть. Я просто хочу это и понять. Вы пытаетесь подготавливать ее? Да. Дело в том, что... Вы в курсе эрогенных зон, попытки найти индивидуальный вариант. Как-то это все есть. Да. Именно потому что я... Вот такое у меня к ней отношение. Я стараюсь и ей хорошо, и чтобы хорошо было от начала и вот до конца. Но вот этого конца не бывает всегда. В эмоциональной сфере вы стараетесь создать какую-то атмосферу? Или вот-вот секс отдельно, как говорится, дружба отдельно? Учитываете ее особенности, не знаю. Нет, конечно. Кто-то более романтичен, менее. Создать пусковой толчок такой психологический? Ну, не могу точно ответить. Могу сказать только, что... Ну, комфортно, как вы считаете, ей с вами эмоционально? Думаю, да. Потому что мы вообще похожи как-то по натуре немного. И, собственно, мой вообще подход ко всему и ко всем, и людям в том числе, своим друзьям, тех, которых я ценю, вот как ее, только на уровне дружбы, я со всеми пытаюсь наладить такое отношение, чтобы было комфортно всем, особенно как бы вот... Ну, всем кому? Товарищей, знакомых, может быть, 20 человек. Тех людей, которых я ценю, я имею в виду. Ну, а кого вы цените в жизни? Ну, их не так много, этих человек. Вот ваша девушка раз еще. Девушка и, ну, 3-4 друга, которые у меня давно, уже как бы с детства. И с ними тоже отношения такие плотные. Да. И стараетесь... Не просто сохранить дружбу, да? Да, ценю. Стараюсь как бы не ругаться, как бы, то есть по пустикам. То есть внимателен как бы ко всем из этих вот небольших количеств людей. Ну, и к ней особенно, собственно, потому что она самая главная. Скажите, что было в детстве? Семья? Каков вы были? С кем вы в детстве дружили? В детстве кто из девочек и чем привлек внимание? Ну, в детстве, если брать совсем маленький возраст, там, детский сад и начальную школу, я чаще как раз ругался, чем дружил, потому что еще с детства у меня натура складывалась так, что я хотел по-своему все, чтобы игрушки мне, чтобы это время, отведенное на что-то, я первый занимал. Ну, так у меня... Хотели лидировать, хотели на своем настроении. Да, так у меня просто как-то устроено все получилось, и не было даже, как бы, на компромиссах. А с мальчишками, когда вот устанавливаются отношения, кто-то лидер, кто-то подчиненный, кто-то паясничает, клоун, кто-то просто зритель. Ваши роли какие были с мальчиками? Чаще всего я становился таким, ну, лидером, если так можно сказать. Но это так само собой было, или надо было добиваться? Это, нет, со временем просто складывался такой круг людей, которые кто-то уходил, кто-то, да, отсеялся, с кем-то мы просто не могли, там, на биологическом как-то уровне общаться. И получалось так, в конце концов, что вот, друзья, как бы, вокруг. Ну, на смешке они бывают, в школе всегда все друг друга поддразнивают в то время, да, это, как бы, обязательно. Но есть люди, которые плюют на это, есть люди, которые вообще игнорируют, есть люди, которые болезненно переносят. Если товарищи, друзья выставили в каком-то свете, начали поддразнивать, хихикать, вот у вас какая реакция была? Я нетерпим, да, к этим был, таким насмешкам. Их просто немного было, да, но каждый знал, как друг друга подколоть, для того, чтобы этот человек обратил внимание на это. И это действовало, да, конечно, и драки, и, в общем-то, терпеть это очень трудно. А с женщинами как складывались отношения? Ну, вы уже упомянули, что, в общем-то, их ощущение качества секса особо не волновало вас. То есть вы как-то что, презрительно немножко к ним относились или что? Нет, я не сказал бы, что я так совсем уж бездумно как-то с ними... Нет, было сначала, конечно, и просто интересно, как это, как у них... Потом просто как-то в систему какую-то превратилось, что, ну, одно похожее на другое, поэтому, собственно, и результат примерно похожий. Ну, и не сильно заботил. Да, то есть, ну... Ясно. И давайте еще разок уточним, что вы вот в самом начале нашей беседы сказали, что это первое такое глубокое чувство, да? Правильно? Да, да, да. И давайте на сегодня последний уточняющий вопрос. Правильно ли я понимаю, что задачу можно сформулировать в одной фразе? Надо добиться, чтобы у моей невесты был оргазм при каждом сексе. Точка. Да. Это основная задача, да? Да, самая главная задача в этом. Хорошо, я вас понял. А как эту задачу решать, мы начнем с вами обсуждать в следующий раз. Хорошо? Да, конечно. Проблема оргазма легендарная. Ну да, в общем-то, 90% женщин, обращающихся к сексологу, так или иначе связаны с этой проблемой. А что здесь? Пришел-то мужчина с проблемой женщины. А женщина говорит, что нет проблемы. Вот она проблема. С его слов, да. Ну, я так понимаю, что раз он ее там пытал, и она не сдалась, сказал, что проблемы нет, никуда идти не надо. Да, будем пока исходить из того, что ее все устраивает. А что с нашим героем? Он себе что-то придумал. Он великий альтруист. И он влюбился в женщину. Ну. И давай тут гоняться за оргазмами сразу. И? И вот проблема. Так она надумана? Реально? Я не знаю, я не знаю, по каким признакам он судит о том, есть оргазм, нет оргазма. Потому что я так понимаю, что раньше вообще это было непринципиально. Да, потому что раньше ему были безразличны женщины, а теперь появилась та, которая его впечатлила. Да, и он под впечатлением в поиске оргазма. Если вы вспомните его детство, и его отношения с мальчиками, его желание лидировать, его нетерпимость к шуточкам, насмешкам, это психологический тип самолюбивый. И желающий в каждой отдельной социальной роли играть ее превосходно. Вот действительно то, что называется перфекционизм. Перфектно должно быть. Если я лидер, все мне подчиняются. И никто не смеет меня там надо мной шутить. И никто не смеет не получать оргазм. Да, совершенно. Я вот как бы всех мальчишек дразню там в пятом классе, но я же вожак. И если меня кто-то пытается дразнить, это невозможно. Конечно. И действительно, теперь он в роли жениха, он собирается жениться. И что это такое? И что? А для него прям вот это принципиально, чтобы каждый раз оргазм, то есть вот он так пришел, сказал, мне надо наладить. Но ведь оргазм – это разрядка. Это точка невозврата. Как бы… Финал. Все. Да. Как бы дальше не надо. Все замечательно. И действительно напряжение, возрастающее возбуждение, сменились не расслаблением, а таким взрывом, именно разряжающим. Почему же, говорит Владимир, у моей женщины нет этого, и я все в порядке, у меня более чем в порядке, у нее ко мне претензий нет, а оргазм далеко не всегда. Это вообще так должно быть. Это в принципе нормально. Женщина должна каждый раз получать оргазм, потому что у нас, женщины, тут большие вопросы по этому поводу. Ну вот у вас, женщины, какие на этот счет… У меня, женщины, тоже вопросы. Ну вот какие на этот счет соображения? Хотелось бы, но, в общем, насколько я понимаю, это происходит не каждый раз. Как у кого, да. Ну а если этого не происходит, что у вас, женщин, принято считать? Как бы незачет, обманутые надежды, плохое самочувствие или как вот? У нас у женщин принято симулировать, я сознаюсь. Мы женщины… А зачем? Любим, чтобы мужчина не расстраивался. У нас вот такая вот есть тема. Ну есть же мужчины и не настолько самолюбивые, и партнеры же есть, ну и что? Тем более, если он ничего такого плохого как бы не сделал, так зачем ему ложная информация? Чтобы спал спокойно. Мы женщины еще очень заботливые. Тут как бы сам пропадай, а товарища выручай. Вот наша психология. То есть вы беспокоитесь о качестве сна, лишь бы спокойно спал. Мужчины, да. Мы вообще о качестве мужчины беспокоимся очень. Все? Многие. Которые поумнее. Хорошо. Это для него хорошо. Это женский альтруизм, предположим. Ну а как вот сама женщина себя чувствует, если любимый человек вообще все замечательно, но не получилось оргазма? Ну не получилось. Ну завтра получится, думаем мы, женщины. Но это все-таки как-то обманутые надежды, плохое самочувствие. Не, ну так, хотелось бы, чтобы было, думаем мы, женщины. А оно не случилось, как бы все по-разному реагируют. Некоторые говорят, ну мог бы как-то и поработать. Я вот пытаюсь понять, в принципе, статистику. Должна ли женщина каждый раз получать оргазм или не должна? Во-первых, должна здесь никто ничего не должен. Да. Но вот статистика ведь, как бы, она везде очень различна. Но вот усерединенная статистика говорит о достаточно простеньких цифрах. 25% женщин никогда, ни при каких условиях оргазм не переживают. Это факт. Бедные женщины. Заметим, что это второй вопрос. Они что, живут инвалидами? И так вяло тащатся по жизни перебежками от одного секса к другому и всегда без оргазма. В поиске оргазма. Да, и всегда. И обреченные, и стомленные, серый цвет кожи, согнутые. То есть это как бы страдалицы такие, или они могут иметь счастливую жизнь, но нет у них этого. Есть курильщики, а есть люди прожили всю жизнь ни одной затяжки не сделали и как-то живут. Да. Значит, порядка 25% женщин испытывает оргазм чаще, чем не испытывает в сексе. И порядка 50% женщин испытывает оргазм реже, нежели секс без оргазма. Другой вопрос. А есть какой-то процент, который каждый раз испытывает? Это очень грубо. Есть женщины, которые не только каждый раз испытывают, но, должен сказать, что, ну, опять же, усередненные по-разному считают. Это порядка, ну, от полпроцента до максимум полтора, которые называются мультиоргастичные женщины. Да, это такие ходят легенды. Мультфильм, да. Которые не только всегда испытывают оргазм. Но они еще испытывают множественный оргазм, серию оргазмов, то, что мужчина вообще понять не может, потому что у него всегда период невозбудимости после семяизвержения. Только у одного это может быть у юного с сильной потенцией, там, пять минут, разрыв готовности к следующей. А у кого-то это две недели. А что там с мультиоргазмом? А у женщины, да, серия, может быть. Причем, ну, это такой парадокс, это считанные описаны случаи. Это тоже вот этот процент, который 0,5,1? Да. Описаны даже такие случаи, что, ну, это буквально их несколько в истории, по крайней мере, зафиксировано медицински точно, что требовалась скорая помощь. О, Господи. Потому что из этого состояния не выйти было. Ой, не надо помогать, уже так хорошо. И очень любопытно, очень любопытно, это не знаем мы, что это такое, но это информация к дальнейшим размышлениям специалистов. Один раз, когда оказывалась в одной из европейских стран помощь женщине, которая вот не могла выйти из этого состояния. Господи, оно ей было надо, зачем ей выходить? Что ей там плохо было в этом состоянии? Оно замечательно, когда оно длится секунды, минуты, когда это длится часы, это изнуряющее, тяжелейшее состояние. И подтверждение этому было то, что в этот момент догадались присоединить электроэнцефалограф и сняли биотоки мозга. И картинка получилась очень близкая к картине эпилептического приступа. Да, это зафиксированный факт. Но это все, это скорее зоопарк, это редчайшие случаи. А мы говорим все-таки о сотнях миллионов людей. А те, которые 25% не испытывают, это что, так это физиология? Это вообще в принципе невозможно? Или это без руки и мужчины, и без всего остального? Нет, это свойства женщины. Правда, у большинства из них обнаруживаются легкие притормаживания психосексуального развития. То есть, скажем, месячные начались на год позже, чем в данной широте в этом обществе. Устанавливались очень долго мучительно. Внешне, да, всегда как-то с верстницей уже были девушки, а я еще какая-то была ребенок. То есть, ну, притормаживание развития. И как? Не лечится эта история? Пока нет. Остальные случаи, да. Я бы даже сказал так. Это можно, тут нет никаких медицинских противоречий. Есть опорные такие точки, которые, может быть, полезны знать женщинам. У большинства женщин вот эта подавляющая история с анаргазмичными женщинами, не испытывающими оргазма. В сексе оргазма нет, либо крайне редко. А сама себе мастурбационно могу предоставить. Могу предоставить. И каждый раз эти девочки говорят. Да. Причем это может быть рука, это может быть струя воды в ванной, неважно. Да, мы и заседаны. А эти случаи очень перспективны. Теоретически это говорит о том, ну, даже грубо говоря, если организм способен разрядиться в другом месте, уж значит в сексе он тоже способен. Только надо провести определенную терапию и как бы этот сюжет туда засунуть, говоря как бы упрощенно. А то, что у нас вот Владимир там со своей девушкой... Сейчас, секундочку. А вот есть случаи, которые действительно, но, к счастью, их меньше, малоперспективны. Случаи такие. Значит, первое. Женщина вообще не знает, что такое оргазм. Ни разу в жизни не испытывала. Причем не испытывала при самостимуляции. Пробовала. И ни один раз никак не разрядиться. Второе. В эротических сновидениях этого не было. Никогда. Да, да, что-то такое снилось, но чтобы вдруг во сне вот такое облегчение, и какая-то пульсация внизу живота, и безумно приятное чувство, как бы пик этих ощущений с последующим расслаблением. Мне непонятно, не знаю, что это такое. И в сексе. Был такой партнер, был этакий. Этого партнера обожала, была дико влюблена. Он был ласков, нежным, все старался. И тоже ни разу. Вот эти случаи, они проблематичны. Но, к счастью, подавляющее большинство случаев у женщин, в сексе нет оргазма, а сама себе могу это ощущение дать. Это перспективные случаи, это обязательно надо искать специалиста. Удивительная вещь, которую я хотел бы, чтобы мы с вами обсудили. В сексологии есть такое странное, вроде бы, понятие, которое пытались тогда еще обсуждать доктора, когда они не знали и половины того, что знаем мы сегодня. Поэтому звучание по латыни «satisfaction, sine, orgasmo» – полное удовлетворение без оргазма. Многие специалисты считают, что специфика женской психики и женской сексуальности такова, что секс может пройти без оргазма, а она удовлетворена. Сатисфакция, полная удовлетворенность и психологическая, и физиологическая – это понятие выше оргазма. То есть это не легенда, что женщины… Я слышала такое от женщин. Когда она говорит, почему я вначале вас пытал, как вы сами женщины ощущаете, одна женщина говорит следующее. Вы знаете, когда секс проходит без оргазма, ну, я не очень хорошо себя чувствую. Во-первых, вы справедливо упомянули сон. Мне очень трудно заснуть. Вообще секс – это одно из лучших снотворных. И если после секса, наоборот, тяжело заснуть, хуже, чем обычно. Что-то не то. Это что-то не то, да. Второе, женщина говорит, я какая-то возбужденная, я не расслабленная, я удовлетворяю, напряженная, мне не по себе. И третий признак довольно такой негативный, когда женщина говорит, я испытываю напряжение, и даже иногда типа боли внизу живота. Вот такие случаи отсутствия оргазма должны быть обязательным поводом для лечения. Но если женщина, как я думаю, хотя нам надо встречаться, которая живет с Владимиром, говорит, послушай, ну, нет никаких проблем. Вообще все шикарно. Если она не лжет, а если это правда, я удовлетворена. Мне с тобой хорошо. Да, бывает иногда оргазм, а иногда не бывает. Но я не чувствую такой колоссальной разницы, что вот когда был оргазм – счастье, а когда не было оргазма, я угнетена и просто несчастье, и черт возьми, зачем мы этим занимались, то и нет проблем. То есть действительно можно вспомнить эту древнюю латынь о сатисфакции без оргазма. То есть может быть история, что для женщин это не важно. Да. Это с трудом понимает мужчина. Потому что мужская сексуальность категорически иная. Если он не завершил всеми извержениями, половое, то это действительно как-то глупо и тяжеловато. И зачем, как бы, как бы вот зачем грузил машину дров, а оказалась вся дрова снова в машине. Бессмысленная работа, да? И поэтому вот Владимир, он наделяет своими ощущениями его будущую жену, не веря ей, что ей может быть совершенно замечательно и без оргазма. И начинается действительно эта гонка за оргазмом, которая, ну хорошо, если все получится. Можно у нее увеличить переживание оргазма. А если не получится? Потому что мы же обсуждали. Совершенно верно. Но он-то будет отравлен. Он будет чувствовать себя несчастным. Не могущим ее сделать счастливой. Не дотягивающим. И так далее, и так далее, и так далее. Вот с чем надо разобраться. Значит, что мы и тоже. Первое. Владимиру надо объяснять, что некоторые женщины могут быть и сексуально счастливы, не переживая каждый раз оргазм. Раз. Второе. Нам обязательно надо встречаться с его невестой, чтобы понять, есть ли проблема. А, да, действительно у нее удовлетворенность из оргазма. Или она прет. Или она немножко, да, хочет его, чтобы как-то приподнять, не расстроить. И следующее, и последнее. Надо постараться понять. Можем мы сделать так, чтобы разрядку она испытывала, ну уж если не всегда, то чаще. И все. И их проблемы, в общем-то, тогда окажутся позади, я думаю. А пока они впереди. Итак, это была программа «Щекотливый вопрос». В дальнейших встречах будем решать другие щекотливые вопросы. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok